Всем привет! Это нецензурные новости. Новости сегодня очень противоречивые. Впервые, пожалуй, в постсоветской истории. Обычные учителя из школ могут получить реальные 40 тюремного заключения. Уголовные дела уже заведены и их десятки. Вроде бы они могут получить эти 40 за просто выполнение своей работы, но это не совсем так. И чуть позже мы объясним, почему? Мы посидели в чатиках недавно отвоеванных обратно украинных городов Купянска, Купинска, как правильно говорят. Украинцы говорят Купинска, а россияне Купянска и Изюма. И там люди настроены очень зло, там много хейта и подобные комментарии вы сейчас видите на своих экранах. Лютый хейт, зачитывать страшно, если честно. Это пишут местные жители. Вот конкретный человек, например, называет конкретную классную руководительницу. Это все происходит, по крайней мере, на проукраинских каналах. Потому что там были и пророссийские. Но мы, честно, полазали по ним по всем. И они практически перестали обновляться сразу после того, как российская армия оттуда ушла. То есть, судя по всему, это не было просто общением населения. Это был все-таки инструмент пропаганды. Поэтому мы можем сейчас с уверенностью говорить о том, что это действительно мнение украинцев. Вот этот хейт в адрес учителей. Вообще началось все с заявления Арестовича. Вот с этого заявления про учителей с глобусом под мышкой. Алексей вообще умеет вот так с черным юмором говорить обо всем, даже о самых страшных ситуациях. Лаборанты должны, все вот эти приезжающие российские специалисты, члены правительства, которых назначают учителя, работники детсадиков, должны учесть, что они не милые тети. Ни наши, не их. С учебной, с глобусом под мышкой, который должны дарить детям разумное вечное доброе. Они преступники. И по отношению к ним не будет никаких сантиментов. Некоторое время после этого все играли в такую опровергайку. Каждый чиновник или политик из России, из Украины друг друга постоянно опровергал. Например, Бастрыкин, наверное, не приходя в трезвый вид, начал заявлять о том, что он срочно заводит дела по поводу всех российских учителей. Ему только дай повод вообще завести дело. Да, ему дай только повод пропиариться. И вот он начал громогласно кричать о том, что он заводит уголовные дела по поводу российских учителей, арестованных в Украине. Но при этом украинская сторона начала вообще опровергать, что учителя российские какие-либо там арестованы. Но, после того, как Генпрокуратура Украины все опровергла, вице-премьер Украины. Верещук снова сказала, не только не опровергла, но и сказала, что обмена этих задержанных учителей на военных не будет, потому что учителя не военные. И поэтому все, кого поймают или поймали уже, будут отбывать свои срока за... Чуть позже объясним, за что. А вот советник Зеленского Михаил Подоляк был мягче своей риторики по учителям. Потому что многие понимают, что это огромная аудитория, на самом деле. Страшная сила. Страшная сила. Я по своей маме знаю. Да, кстати, мама у Ростислава учительница. И им доверяют очень много родителей, так что... Проблемы с таким электоратом никому не нужны. Затем, после подалека, уже российский его визави, точнее, министр образования России Кравцов, ну, естественно, соврал, как любой уважающий себя российский министр. Он сказал о том, что там вообще нет никаких российских учителей. То есть, учителей с российскими паспортами. Что было неправдой, естественно. Потому что даже если действительно все эти учителя работали и до вторжения России на эту территорию, то после этого самого вторжения, как мы знаем, после замечательного заявления Александра Сидякина, всем им быстро раздали российские паспорта. И многие из них получили эти российские паспорта. И с точки зрения закона, это граждане России. Поэтому господин Кравцов оказался господином Саврамши. А почему учителя там вообще остались? Потому что армия благополучно удалилась, а про учителей, видимо, забыли, да? Ну, никто просто про них не подумал. Да и вообще, собственно, российские солдаты так быстро покидали эту территорию, в общем-то, и, мне кажется, с большим желанием как-то они это делали, что, естественно, они не успели просто подумать ни о каких учителях. И вот мы имеем на сегодняшний день уже 19 уголовных производств. Это директора школ, учителя, которые пытались по российским программам преподавать. Вот посмотрите, что об этом говорит глава полиции Украины. Что касается учителей, на сегодняшний день у нас 19 криминальных проведений. Это директора школ и учителей, которые пытались за российскими программами, мы это уже знаем, установили, выкладывали в школах. Промывали миски не только батькам, но и учням. Но судить учителей точно будут. Потому что есть 19 уголовных дел, естественно, их обратно уже никто не закроет. И многократно чиновники и правоохранители Украины заявили, что в действиях тех граждан Украины, которые преподавали по российской программе, точно был состав преступления. И сейчас все спорят. Потому что есть закон о коллаборационизме, который вступил в силу сначала спецопераций. Совершенно верно. Это так называемые законы военного времени, которые действуют с начала войны. И по этому закону, правда, никто пока не может разобраться, сколько вообще грозит учителям. Одни говорят про 40 в 3 года, другие в 12 лет, третьи. И вообще в 15 лет возможных лишения свободы. И это, конечно, повергает в шок многих и на территории Украины, и на территории России. Вот что об этом говорит бывший, еще совсем недавно, бывший заместитель генерального прокурора Украины. Ну да, эти действия и подпадают под, можно сказать, глаборационизм. Поскольку, если они занимались обучением по российской программе или ввели какую-то пропагандическую деятельность в учебное заведение. Ну и для российских учителей тоже статья найдется. И здесь надо смотреть в каждом случае в отдельности. Чем занимался этот преподаватель, находясь на территории Украины? В частности, на временно-окуперной территории. Занималось ли это лицо пропагандой и преподаванием? И в каждом этом случае это будет по-разному квалифицироваться. Да, потому что, тоже как мы послушали заявление экс-замгенпрокурора, он считает, что там тоже могут быть нарушены некие обычаи войны, потому что эти учителя могли говорить ученикам такие вещи, которые могут быть расценены как антиукраинская пропаганда. И в этом случае, если российских действительно граждан каких-то задержат тех, кто там преподавали в этих школах, то они тоже могут быть подвержены вот этому суду и впоследствии тюремному заключению. Мы сделали опрос на нашем телеграм-канале. Вы тоже можете туда, кстати, зайти и проголосовать. Что же делать с этими учителями? И пока что итоги голосования следующие. 15% это отпустить учителей совсем, 27% это наказать, но без тюрьмы, то есть какая-либо другая альтернатива, исправительные работы, штрафы. Может быть, запретить работать в школе. Свой вариант можно написать в комментариях. Да, и надо здесь иметь в виду, что вообще у нас аудитория, в общем-то, она, наверное, примерно пополам делится. У нас есть и россияне, есть и представители других стран, естественно, в основном Украины. Но вот не жалко учителей? Это простые тетки. Ты знаешь, честно говоря, мне, наверное, жалко, тем более, что у меня мать-учительница, как мы уже говорили. У них там где-то внучата, дети остались. Знаешь, внучатые дети, да, но если они говорили детям, например, украинцев, о том, что украинцы все фашисты, и там надо взять автомат и пойти стрелять, а рано или поздно какой-то ребенок может это сделать. Поэтому преступление, есть преступление, и его надо расследовать. Но нужно учитывать, что учителей было два типа, так сказать, да, там, а русские, которых туда завезли, да, чтобы преподавить. Так скажем, россияне, там были и дагестанцы, и муряты, и из Башкирии пара человек приехал. Чтобы преподавать деткам. А также те, кто, учителя уже находились на этих территориях, они, так сказать, перешли на сторону россиян, и им пришлось вот преподавать. И что насчет того, что они были под давлением оккупационной власти? Совершенно верно. Этот вопрос стоит, и его обсуждают сейчас юристы и политики Украины. И вот, что, опять-таки, об этом говорит бывший замгенпрокурора Украины. Если этот человек действовал под принуждением, то он может освободиться от уголовной ответственности. Резюмируя эту тему, можно сказать, что, действительно, одни учителя приезжали из депрессивных регионов России, так сказать, подколымить, заработать вот эти вот гигантские для своих регионов 100 тысяч рублей в месяц. Ну, а другие, надо это признать тоже, были упоротыми, такими, значит, обработанными, соловьевыми, в основном пенсионерами, которые приезжали туда вот с таким мессианством. А сейчас мы неразумных украинских детей научим, кто здесь фашисты, так сказать, а кто здесь замечательные освободители. Ну, собственно, и такие люди там тоже были. И у меня, например, нет сомнений в том, что если эти люди пропагандировали вот такие идеи, то, в общем-то, снисхождения особенного они не заслуживают. Но вряд ли при этом заслуживают по своей глупости, наделав вот таких ошибок и сроков в 12-15 лет лишения свободы. Давайте дальше это обсуждать. Вот что думают обо всем этом в России. Понятно, что говорят ура патриоты, да, но тут обычная их риторика про нацистов, садистов там и так далее. Из более-менее здравых мнений из лагеря путчинистов можно привести вот мнение военкора Коца из «Комсомольской правды», который сказал, что вообще-то наши военные отвечать должны были бы вот за этих учителей, которых они там побросали, хоть украинцев, или бывших, или нынешних, хоть россиян. Но, в общем-то, естественно, никто про них не подумал, потому что драпали все сверкая пятками. Теперь о том, что говорит та самая либеральная прогрессивная общественность. Вот что говорит господин Волков Леонид. Ну, здесь, конечно, заявление очень жесткое. Он сказал дословно. Ну и про злорадство. Учителей, которых бросили, драпая шойговские вояки, и которые теперь присядут в Украине на большие сроки, вообще не жалко. А очень даже отрадно, что в школы они не вернутся. Людям без понятий о добре и зле в школе не место. Очень хлестко прокомментировала его высказывание Собчак. Она сказала, что в имени и фамилии Леонида Волкова хочется ставить звездочки, как в словах «пиздец, мудак». Несмотря на то, что Минпросвещение утверждает, что никто из учителей не задержан. Ну, и здесь Ксения еще намекает в своем сообщении на то, что Волков нашел где-то эти списки и украинской стороне просто передал. То есть, способствовав таким образом посадке этих российских училок. Как сейчас узнаешь? Ну, узнать действительно сложно. Свечку, наверное, Ксения не держала тоже. Но так или иначе. Ну и вот резюмируя, на самом деле, хочется все-таки аргументацию украинской стороны четко привести, почему многие украинцы считают, что эти учителя должны сесть. Вот блогер Игорь Пачковский в этом смысле сказал хлестко, но очень понятно. «Эти присланные учителя – это своего рода солдаты в войне. Их цель – деукраинизация и насильственная русификация. Это, по сути, составная часть геноцида. Они были направлены уничтожать украинскую культуру, насильно русифицировать детей. Это нацизм в чистом виде». Конец цитаты. Ну и действительно, логика в этом, согласитесь, есть. Да, напишите, что вы думаете об этой ситуации у нас в опросе в нашем телеграм-канале. Нецензурные новости. Ну, а мы обязательно продолжим эту тему в одном из следующих выпусков. Вообще ясно, почему вообще украинцы относятся на этих освобожденных территориях, в Купинске, в Купянске или в Изюме, вот так к россиянам, как они относятся. Потому что, если посмотреть на вот эту картинку, которую сняли там украинцы после того, как россияне ушли, то возникают ассоциации со Сталинградом, наверное. И очередное жуткое совершенно зрелище – это целое кладбище, совершенно недавно образованное, очевидно, при участии, так скажем, российских военных. И теперь следствию предстоит выяснить, кто убил этих людей и за что, и, в общем-то, попытаться наказать каким-то образом виноватых. Ну, надо продолжать. Действительно, российские солдаты, как мы уже говорили, очень быстро убегали от украинской армии. И, как выяснила газета «Вошингтон пост», американская, массово писали рапорты до этого. Нужно припудриться. Ну, давай припудрись. Итак, «Вошингтон пост» пишет, что российские солдаты вообще очень быстро разбежались, возможно, еще и потому, что они не очень-то и хотели там уже служить, потому что, по данным этой американской газеты, они массово писали рапорты на увольнение, там, приводя аргументы, что они устали, что они не понимают, что они делают. Устали морально, психологически. Да, там была фраза «У одного из солдат устал морально и физически», и так далее. И, соответственно, поэтому, видимо, при первых же выстрелах и при появлении украинской армии они радостно все оттуда задали стрякача. Но посмотрите, какая замечательная замена нашлась у Путина и компании для этих людей. Посмотрите, какие красноречивые яркие лица русского мира. Это зэки, которых Россия отправляет против всех правил и законов вместо отсидки воевать с Украиной. Там есть насильники, массовые убийцы, там есть даже каннибал, представьте себя. Отличная компания. Пятерка, здорово, Рязань, Покаткин, третий отряд, все ровно. Здоровенько, пацаны, ИК-19, город Ухта, Берегов. С нами все нормально, давайте к нам подтягивайтесь, воюем. Здесь мы позвоним ГУФ, я в шоколоне ИК-11 в спуске Карелии. Там меня звали Виноград, мне требуются еще люди, такие же, как ты, как и мы. ИК-10, город Тверь. Пацаны, передаю всем привет. Так, кого-то не хватает, по-моему, не хватает вот этих ребят. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. В натуре, в натуре пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. И все будет в шоколаде. Да, этих архаровцев, которые прославились много лет назад просто умопомрачительной жестокостью при совершенно немотивированном убийстве, явно не хватает вот на этой выставке достижения русского мира. И надо их поискать, я думаю, товарищу Пригожину, наверняка, где-то они сидят, если не скопытились еще от передоза. Справедливости ради, надо сказать, что есть и приличные зэки, если так можно выразиться. Вот, например, Евгений Нужин записался в армию пригожинских наемников, но при первой же возможности сдался украинцам, а потом рассказал про зверские порядки, о том, как их там расстреливали за любое возражение начальству, о том, что там вообще происходило, и о том, в том числе, что он не считает вовсе эту войну справедливой для России. Седьмой шоево-штурмовой отряд. Пушите на место. Что-то не выполняешь, что-то показывают, что-то не тут делаешь, обнуляют, ну, расстреливают. Это так у них называется обнуление. Вот до них там одного обнулили. Он запустился с инструктором там. Про словесный понос его обнулили. С ИК-5 тоже человек обнулили. Поэтому я издался в плен. И принял свое решение давно, сидя там еще. Потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину. Этот дядя, кстати, сидел в двадцатку за жестокое убийство, но оказалось, что совесть у него побольше, чем у некоторых российских политиков, которые пока еще не сидят. Симоньян сломалась, дайте новую. Как всегда, она дала блестящую речь. И вот такое вот у нее получилось. Посмотрите. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Я тут же полезла в Твиттер посмотреть, что об этом думают люди, какие комментарии пишут. И достала туда бриллиант просто перевод. Что же она имела в виду? Зачитываю. Перевожу с Боброецкого. Если нам сейчас дадут пизды, то это пиздец. А пизды дать могут только нам. Если это еще не пиздец, то, конечно, они нам его устроят. Мы, конечно, можем попытаться сопротивляться, но все равно получим от них пизделей. Не благодарите. Вот, еще я там отыскала такой вариант, что она хотела симпровизировать, но вдруг вспомнила, что отклонилась от методички. И вообще сразу мне на ум, помнишь, речь Соловьева про правый глаз? Это там, где не там, где ваша левая рука, это там, где ваша правая рука. В общем, в склейке это выглядит идеально. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Вам сразу правый глаз, это тот глаз, где находится там же, где правая рука. Это ваш правый глаз, а не где он думает, у него правый глаз. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. То есть правый это правый. Отличается от левого тем, что левый слева, а правый справа. А вообще, мне кажется, просто у них один дилер на двоих. Так что дело раскрыто. Да, но тогда и Путин тоже сломался. Вот посмотрите, он много лет игнорировал десятки тысяч обращений украинцев о различной степени, так сказать, родства и социального статуса. И они все говорили, что украинцам больше нравится, когда говорят в Украине, а не на Украине. А Путин, так сказать, принципиально, он же с принципами такой у нас человек, он всегда говорил на Украине. Ну, соответственно, я тут, например, никакой проблемы не вижу, но почему-то действительно в Украине многие считают, что вот так говорить, как я сейчас только сказал, это значит, когда уважаешь независимую демократическую Украину. А когда говоришь на Украину, то значит, ты имперец, россиянин, ну и так далее. Соответственно, Путин, вот видимо, после всего того, что он наворотил с Украиной... Может, совесть немножко все-таки... Возможно, у него есть совесть, но мы точно не знаем. И, в общем, он попытался все-таки сказать, вот послушайте. Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине. Когда мельком послушали, даже уже успели обрадоваться, что Путин начал говорить в Украине. Но не тут-то было. Если послушать внимательно, то посмотрите, все-таки у него там залезла вот эта вот его имперская «на». На Украине. Максима Галкина предсказуемо записали и на агенты. Ну, как и делают со всеми адекватными людьми, кто высказывается против спецеперации. Не завидуй, не завидуй. И памятник поставить, такой памятник в Москве, понимаете, такой памятник, метров 300, ну, чтобы церетели отлил в бронзе, он давно не отливал, чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискап, на батискапе истребитель, на истребителе «Лада Калина», на «Ладе Калини» стоит Путин в кимоно в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой журавли. Сзади у него чуть ниже спины, рукой у Шевчуха написано «Родина». Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие и над всеми ними золотая надпись «Нравится, не нравится, терпи меня, красавица». Мало кто на земле может похвастаться, что он на «ты» с лидером одной из самых часто упоминаемых в последнее время стран. Тут, слышит, дед Шунган, выглянул в окошко, а это богатырии русские вышли в чистополе и давай китайские фейерверки запускать. А тут вышли богатыри не русские, давай петь голосом волшебным. Аргументы были такие, что я якобы получал денежные средства из Украины и на них осуществлял политическую деятельность. Конечно же, это неправда. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Во-вторых, я занимаюсь юмористической деятельностью. Политическая сатира и юмор, то, что делал и делаю на протяжении почти уже 28 лет. Поэтому доказательная база Министерства юстиции не выдерживает никакой критики. И вообще я не понимаю, на чем основывается. И сразу после этого путинский корабль получил самую крупную пробоину на информационном фронте. Но не от украинцев. Вы, конечно, уже знаете о заявлении Аллы Пугачевой, которая поддержала мужа Максима Галкина и попросила ее тоже записать в иноагенты, поскольку она точно так же считает, что должны перестать гибнуть люди за иллюзорные цели, делающие Россию изгоем и утяжеляющие жизнь граждан. Это пугачевское восстание, как его уже назвали журналисты, показывает сомневающимся россиянам, что молчать больше нельзя. А их, не желающих говорить о войне или даже требующих мира, очень много уже даже в придворной социологии. Пожалуй, самый авторитетный для народных масс человек сегодня заставил всю страну, всех, кто никогда не читал Галлямова и Белковского, повторить антивоенные, антипутинские тезисы. И такое не проходит бесследно. Это так или иначе спровоцирует цепную реакцию. Ждем, помогаем Алле Борисовне стать нашей Бриджит Макрон. А в регионах России тем временем продолжается ура-патриотический угар победобесия. Вот посмотрите, как этого маленького ангелочка в Башкирии, например, научили с выражением читать стих про мразей, тварей и ублюдков. Нашим солдатам-героям посвящается. Держитесь, ребята, держитесь, родные, мы знаем, как там вдалеке тяжело. На зло всем ублюдкам вернитесь живые. По славу отчизне всем тварям на зло. Чеченец и русский, Башкир, Дагестанин, добейте навечно фашистскому мразь. В жестоком бою пусть знают поганят. Мы смоем земли многолетнюю грязь. Это, так сказать, произведение написал некто местный депутат госсобрания по фамилии Гельмияров. Вот он, пупсик. Посмотрите на него, бизнесмен от Ядросов. Он же, кстати, тебе посвящал, по-моему, да? Да, он написал мне оду, да. Ну, то есть, грубо говоря, все то же самое, что вот сейчас написал про украинцев, только вместо слова украинец там слово Ростислав, да. Ну, вот, да, видимо, любит меня, что ты тут сделаешь. Но бог там с ним со мной, но за изнасилование вот детского сознания и разжигание этой межнациональной розни, я надеюсь, что, так как статьи у нас эти, в принципе, в законе никто не отменял, то уже очень скоро в прекрасной России будущего товарищ Гельмияров свое наказание за это получит и отсидит. Будет там писать стихи крови, как Салават Юлаев. Точно. Не отстает в обработке детей и Татарстан, и эти еще пошли дальше Кадырова, пожалуй. Они, ладно, там проводят мобилизацию взрослых, да, чеченцы, а здесь провели мобилизацию детей. Посмотрите, они начали массовые военные сборы для старшеклассников и студентов ПТУ. Об этом пишет Сотовижн. Этих, видимо, отправят пушечным мясом тогда, когда зэки пригожинские закончатся. Да, тяжелые новости у нас сегодня в первой половине выпуска. Давайте хоть немножечко добавим так вот. Есть и хорошие новости, они все ульяные. Да, хорошие новости. Есть такой бренд компании KDV Group. Ей принадлежит сеть Ярче, я думаю, вы о ней слышали и видели всякие кексики, шоколадки в магазинах. И у них есть шоколад под названием О апостроф зера через букву Z. И это единственная компания, единственный случай, когда не заменили наоборот кириллицу на вот эту латинскую Z, символ войны, а наоборот они поменяли букву Z на кириллицу. На обычную нашу русскую букву Z, а не вот эту вот свастику, как ее сейчас во всем мире называют. Но, кстати, они от комментариев-то отказались и никому не раскрывают причин этих своих действий. Но, в принципе, нормальным всем людям и в России, и в мире это все прекрасно понятно. Респект, короче, ребята. Респект, ребята, держитесь, красные все равно скоро придут. Ну и моя любимая тема – дочки чиновников. Сегодня у нас в выпуске мы уделим некоторое время замечательной красавице Елизавете Песковой. Которая убедительно доказывает, что что бы там ни происходило в ее стороне, какой бы ерундой ни занимался ее батя, ее красивая, светская, уникальная жизнь продолжается и бьет ключом. Вот сейчас она выходит замуж. Недавно совсем она высказывалась по поводу санкций, то, что это несправедливо, почему она должна сидеть в России. Ну, это я дословно говорю, да, а не где-то там во Франции. Ну да, и у нее, в общем, большая трагедия. Свадьба, которую она, так сказать, пышно планировала провести, естественно, должна была состояться на Сардинии. Ну а где еще? Ну да, не свадьба, Лизочка. Теперь свадьба будет в Москве. Это, знаешь, какой-то прям пир во время чумы, если честно. Но зато, знаете, Лиза вот оказалась, например, нерасистом. Она выходит не за русского и не за славянина, она выходит за чеченца, которого зовут Руслан Голбазов. Он бизнесмен, он кучу лет живет во Франции, беженец. Потому что у него, да, беженец. Да, собственно, что тоже, наверное, говорят о нем хорошо. Я заглянула к Лизе в Инстаграм и наткнулась на такие два поста, где она стреляет сначала и пыляет ножики в цели. И у нее это получается, кстати, очень неплохо. Прям такой солдат Джейн. Ну да, то есть либо она просто не очень отдупляет, что происходит в стране и мире, и что сейчас вот эти вот милитаристские шуточки вообще не в тему. Ну, либо она просто готовится, что ли, так сказать, отреагировать на главного чеченца в своей жизни. Это, естественно, не муж, а Рамзан Кадыров, как у любого нормального чеченца. Может, папа ее готовит просто. Да, соответственно, как бы готовит ее, может быть, просто к участию в мобилизации. Может быть, она, как бы вот такая солдат Джейн, пойдет, так сказать, и будет там свою спортивную форму демонстрировать противнику. Ну, в общем, такие сегодня новости. Так или иначе, ну, вот хотя бы вот так, но жизнь продолжается. Жалко, что не у всех. Всего вам доброго. Что-то как-то совсем грустно закончили. Ну, что-то да. Ну, а как? Ну, в принципе, нормально. Ну, а что, ну, как есть. Ну, как есть, все. Ну, новости хуя вылечу. Ну, нормально, да.